всем здравствуйте всем добрый вечер сегодня будем снова играть ведьмака да да и еще раз там вот я сегодня себе полдня готовила еду закончила буквально перед стримом я думала даже не успею уже хотела писать что стример весь заготовился и не успеет начать стрим вовремя но и опоздала конечно чуть на 10 минут но мне надо было покушать так что да сейчас я проверю быстренько идет ли трансляция заодно посмотрю что там как-то я выгляжу нем уже тут это как-то в прямом эфире красоту навести задержкой туда отображается поэтому сейчас я подождите посмотрю как там что-то можно сюда немножко как тут так вот хорошо начинаем вот вы все стоите здесь я не дала ему сегодня сказать поисках ведьмы с которой у цири случилось размолвка геральт встретил старую знакомую кейру мец чародейка рассказала ведьмаку о таинственном магии убежище которого могла скрываться цель ведьмак отправился туда в компании кейр красиво вот все таки отличается вот волосы когда ты их посушишь феном или они высохнут сами вот когда сушишь феном они какие-то более пышные когда сами ну ходишь и такой весь прилизанный так что я довольна обычно я стараюсь их не сушить потому что они у меня и так подпорчены немножко и поэтому даю им возможность высохнуть самостоятельно на сегодня мне нужно было чтобы они высохли побыстрее и пойти купить все я думала ты торопишься а да молодой человек вы кто у меня здесь что оксида стоит ласточка одна ласточка и они не медитейшн чел еще постоит часик куда он уйдет он никуда не уйдет его сюжет ему сказали стой пока геральт не придет он будет стоять все похоже это древняя эльская пристань он даже не настоять собирались сюда поводили интересно когда это было там кстати призраков да много я смотрю класс а можно они по одному ко мне подойдут ну осторожно маслянистые желтые испарения ядовит я знаю не надо меня учить спасибо что мне сказал я то и не забыла что щит нужно накладывать что когда научился накладывать игни пошел тренироваться на этих грибах скверная идея на молодых ведьмаках рано заживают быстро пойдем а ты ловушку ему поставишь почему мы не поставили ловушку а потому что нам нечем а потому что у меня квент стоит они ирды ну понятно понятно вот это она конечно накидывает ему жестко надо сухофруктиков бахнуть еще один идет и не идет не нравится мне эти грибы они душные какие-то которые споры выделяют заходи щит накладывай огонь не зажигай ласточка значит мы идем правильно смысле и нет значит мы идем неправильно нам надо в противоположную сторону от сюжета геральт не умирал я тебя прошу так а это кто осьминог значит нам сюда дерется там по ходу не ну а могла бы и меня подождать ну а мы кажется сейчас умрем это же тупик здесь нельзя всплыть а можно пух я-то уж думала с концами там кто-то стоит ну был же кто-то только что нет но был ничего не рассказывайте был это что такое светится а зачем светится надоем и что ладно хорошо там он сундук стоит но его же явно просто так не отдадут сейчас какая-нибудь срань появится нет нет так нет а зараза почему и ну видимо это просто так вот эти кристаллики изображены подсвечивающимися с ними ничего особо сделать нельзя а зараза потому что перегруз я же говорю кто-то был их два вот чё ах а еще грибы эти иди в ловушку я не пойду ребята успокоились подходим подходить будете а вы хитрожопые конечно хорошо этого успела все больше не будет я же говорила там кто-то был все такими не показалось они действительно были вот такие ну блин и и чё теперь делать у меня лута куча как мы будем путешествовать по этой пещере мне надо что-то выкинуть давайте вот это выкинули сколько мне килограммчика 2 до перевес 274 243 150 103 самые дешевые по выкидываем вот мы снова легкий быстрый мы ничего не подобрали меня не обратно а это это мой лут выкинутый да ну будем знать на будущее а здесь можно было не нырять серьезно чё как у тебя тут дела нормально почему он отображается значком сосуда я понять не могу вот тут плутик да у меня штук вен я опять нажала атаку мы не заблудились тащила грибам как следует это что здесь тоже противник есть но где я вот стою на красненькой точке при этом никого не видно что такое обыскать 147 145 28 33 перчатки так а тут у нас что лутецкий от чего за мной идешь не надо а в и мешок пропустила сама выкидываю каждый раз и сама подбираю ну что ты будешь делать то ну господи привет ну и шо тут у вас привет у меня перегруз я постоянно выкидываю шмотки и подбираю их потому что я думаю что это новый лут а здесь еще что-то красным светится как будто здесь два противника но здесь никого нет что это непонятно стандарт они может на другом уровне да я тоже об этом подумал посидим помедитируем а я сегодня себе кушать готовила закончила как раз перед стримом я блин перри перчила она сначала было не мне под перчёное вообще ни разу а потом она как-то резко так раз и стало очень перченым я теперь не знаю как никак же уже не не исправить эту ситуацию но только если добавить больше каши ну куда мне еще больше каши мне ее и так выше крыш в общем теперь она перченая лол а шо готовила ну короче этот кусь кусь знаете такой кусь кусь смотри он очень похож на тот столб с проекцией надо она все помолчи пожалуйста кускус это готовила или кускус я в душе не знаю как там правильно ударение станет с типа с тушеными с тушеными этими кабачками там что-то помидоры там что-то еще у меня было перец вот и я короче переперчила можешь еще пересолить чтобы не жалко выкинуть бога нет вот эти в теле еще делал и теле можно было еще чем-то припудрить так сказать ласточка очевидный путь не всегда лучший найди кирпи это какой-то морской монстр нет так цели назвала свою кобылу она и правда могла скакать как демон хорошее имя для лошадь так что попробуем найти в общем то я сделаю еще дифтерия но мне особо нельзя сейчас эти всякие специи по типу там томатных паст и всего вот этого вот и в общем то без томатные поставили не настолько вкусные поэтому нужно было их больше специями задобрить а я не задобрил не задобрил эти в теле представляете здесь как будто есть проход я почему хожу туда-сюда но я не могу пройти что это не вот и мне интересно используйте ведьма чуть-чуть и чтобы найти что-то связанное с кирпи осьминог морское чудовище напоминает керана колодец загляни даже даже что это очередная ловушка чтоб меня чё там не будешь защищаться вверх что такое жесткий я не настолько жесткая блокирует он ты смотри я не умею блоки давай разбирайся это твоя копия каждому по копии и идей а шо она басая ходит понять ними когда нибудь такое случалось по кайфу и не что подобное колдунь и земли но один доплер попробовал меня превратится но и что ему не понравилось доплеры по очень добрые ласточка а это видимо она тогда притронулась к этому знаку потому что я только слышал как он это говорил либо мы собак охотничьи собаки ничего общего скальпи я чудом выжила вы чё там совсем у меня нам осталось 3 хп нет не все в порядке так как чё в колодце ничего нет было бы логично чтобы вот туда наверх можно подняться понятно почему она настолько красным теперь светится что происходит а что от меня хотят я вот хожу по кругу я больше знаков не вижу которым можно подойти здесь тоже внизу доктор попов рекомендовал огурцы прямо с грядки для обретения силы земли да не отрывая дотвы чё я не понимаю баранки гнул что я правда не понимаю чего-то я не вижу ладно я сейчас медленно пройдусь прыгай вниз а вон появился до кого не было ну чё я боюсь просто прыгать вниз я думала что если я спрыгну я отсюда уже не выберусь ну ладно рисунок лошади наверное подсказка для цири это мы воду спускать будем или чё это мы очередной перегруз себе заработали это мы очередной перегруз себе заработали и чё а как уйти а вижу проход вижу вижу понял принял да чё у меня опять-то со здоровьем господи было бы забавно если бы при перегрузе гервальт не всплывал бы не надо опять какую-то срань надавали мне тридцать один тридцать пять посадки давайте вот выкинем а это мой лут падает да я не куплюсь на это снова у тебя может в разном тысячи поломанных топоров они тоже я сдаю да да нет нет у меня топориков у меня тут удочки есть куклы и шкура белого волка барахло у меня тут конечно имеется написано мусор по весу отсортируй как упорядочить r3 ну вот волчья шкура я просто не знаю эти шкуры надо разбирать или их надо продавать вот что интересненько а я помедитировать хотела зависит от того что тебе нужнее а вот и этот путь да ну класс пойдем так теперь понятно что я случайно когда собирала грибы нажал на нее и она оборвала фразу и сказал ну всем привет привет с орёсим всем привет я не специально ее перебиваю ужасно тихо это плохо похоже на затишье перед бурей ничего себе там чел какой большой иди сама с ним сражайся да я не пойду а мне не надо я боюсь колем ну класс мне тоже а отлично отлично кто у меня а да я щит накладывать пыталась чел Летый скотина. А можно на нем сфокусироваться, нет? Нет, правильно. Стоп, стоп, стоп. Был ли смысл в накладывании... Выпусти меня. В накладывании щита я его наложила, в итоге только получила по щам, пока стояла в углу, там что-то кастовало. И поворачиваюсь. У него просто замах круговой. Я пытаюсь. Был на один боньк, меньше получила. Эссенция чудовища. Сердце голема. Пойдем, пойдем. У тебя подсаживать или сама? Ну, в смысле не подсаживать, я же сверху буду руку подать. Нормально, спортивная. Например, в твоем отношении у меня очень хорошее предчувствие. Во многих смыслах. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Не знаю. Все зависит от нее. Так, нам туда? Значит, мы сюда. Представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Ну, как на картинке. Следует полагать. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Это одно и то же место. В него можно по-разному войти? Нет, это не одно и то же место. Нет. Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий год. Что? У тебя снова какие-то предчувствия? Еще какие? Горгулечка? Жесть. Каменная. Эй, интересно. А с чем? Чем воевать с камнем, интересно? А, ну, гнильцой какой-то подпукивает. Он мне сейчас уделает. Давай ты его убьешь. Я боюсь к нему подходить. Он жесткий какой-то. У меня очень мало энергии. Я постоянно хочу колдовать, а у меня постоянно ее нет. Ну, как же так-то? Смотри, она открывается. Ну, вперед. Не, не вперед. F5. Масло от магитов. А, магигов. Молоточком тук-тук. А у меня, по-моему, там особо масел не так и много. Я что-то изготовила, конечно, но... Против вампиров, проклятых. Улучшенное масло. Жесть. Как мне сказали, масло оно все время есть, да? Кошку сделай. Мне хватает на кощику. Для кощики нужно... Че нужно? Водная эссенция. У меня вроде стоит, чтобы масла накладывались автоматически. Они вот... Ну, если есть в инвентаре, то они наложатся сами, да? Время фармить утопцев. Нет. Вот они у меня, проклятые масла, вампиры, гибриды. Трупоеды, призраки и магические твари. Эссенция сводных баб. О, нет. Мне они не понравились. Сейчас я помедитирую, а то у меня всего три ласточки. А сейчас их ноль. Если мод накладывался, то ушек разрабов точно должна работать. Че это такое? Зачем поджигать бутылку? А, это коктейль молотого какой-то или факел на полу лежит просто. Зачем она накладывает свою гвелу Адлан? Она думает, я ее потеряю, что ли? Там впереди кто-то умер. А у меня опять перегруз. Что выкинуть? Что выкинуть? Я даже не знаю, мечи повыкидывать? Шкуры нужно поразбирать, потому что, ну, видимо, они меня душат своим весом. Лестницы вот эти всякие. бутылочки. Вот лут гоблинства до добла... до добла. До добра не доводит. Пивасик выкинуть? Как это? Как это выкинуть? Ни за что. шкур валом в игре. Ну, блин, вареники жалко. Я же их лутала. Давайте печеных яблок. Я съем, я не могу выкинуть. Я их съем. В меня не влезет, но я съем. У меня все равно перегруз. Оно ничего не стоит. Но оно же восстанавливает хпшечку там чуть-чуть. Совсем. Ну, ладно. Я не выкину, я все выпью. Нет. Так, не доставайся же ты никому. Знаете такое? Вот. Медовые соты. Вот это сейчас выпьем. А что, поможет? Может, проще шмотку выкинуть? Я не в том виде выкину. Ну, все, уже поздно. Все равно перегруз. Мне проще шмотку выкинуть. В смысле? Оно же весит 0 килограмм. Ты что, меня обманул? У еды нет веса. На ней не написан вес. Моя русский язык сегодня плохо говорить. Там написано 0 килограмм. Все, что нажито, не по сильным трудам. А, серьезно? Да. Ой-ой-ой. Давайте я просто вот эту шмотку выкину и все. И жизнь станет проще. Теперь будем вот так вот ходить. Да смысл? Вроде был вес. Да нет веса, я же тебе говорю, там не нарисован. Значок, где вот этот граммик висит, который на весы раньше ставили. Там ничего нет. Ну что, зато мы теперь с кайфом походим. Еще ласточка. Еще ласточка. Дикая охота. Они уничтожили стражу-чародея. Встанут, да? Значит, они сюда не в гости приходили. Ты сомневалась? Но ведь встанут. Или не встанут. Блин, не вставайте, ребят. Вот я не буду брать перчатки. Мне некуда. А что такое светится? Ну блин. А что выкинуть-то? Я же вот лутаюсь, мне места не хватает уже. А, вот топор, кстати. В смысле? Он похож на колбу. Нет, если бы я знала, что это вот это лезвие топора, оно похоже на колбу, а не на лезвие. Я выкину топорики. О, да. Шкуры выкинь. Главное сейчас залутать то, что надо. Не топ. Там, наверное, килограмм 15-20 от веса. А тут, ну, долго еще и в этой локации быть? Может, я как-то дотерплю? А, это големы тоже, да, замороженные, судя по всему? У них какие-то руки такие зеленые, как у того. Лучше лестницы. А почему она там остановилась и не идет? Их заморозили, они и сделать ничего не успели. А сейчас вы представьте, они бы разморозились. Я просто по приколу ударила. У меня что-то нос закладывает. Я не понимаю, почему. Прям вот хорошо заложила. Они уже здесь. Займись ими. Нам нельзя терять время. Идите. Их-мих-мих, махмар. Но там будет заначка с хорошим лутом. Угу. И сейчас эти сталагмиты-титы попадают. Или кто там? Сталагтиты же наверху, правильно? А сталагмиты внизу. Его вызвал чародей дикой охоты. Ты сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. И не сначала подойти надо. Попробуй вызвать бурун, деметий крест. Держись ближе. Да, еще и защищать, наверное, тебе придется. Держись поближе. А, просто в куполе? Легко. Ну да, ее защищать нужно. У него хп-шка появилась. Как не кстати. Я думала, мы эту закрывать будем. Она как-то до этой далековато стоит. От кого? Гончая дикой охоты. Да, блин, это вот автовыбор. Ну и вон нахрен. А можно купол побольше? Мне немножко тесновато тут с вами, мадам. Они не то чтобы сильно дамажат, меня больше холод дамажит. Наверное, пусть заходят. Я к ним выходить не буду. Ну пойдем, у нас еще сферы. Ваене калагу! Хорошо здесь Френдли Пайра нет Иначе уже бы она давно лежала От нашего меча Нет, это автовыбор Это какая-то срань Остался последний Да Ну почему задание выполнено Если остался последний Почему после каждого круга Мне пишут, что задание выполнено Дополнено, выполнено, дополнено Геральт практикуется на ней Видели? Скучно ему стало Так, что там по боксу? Давайте-ка я им огнем А то ничего там Охо А у меня нечем теперь У меня нет энергии Автовыбор убери Капец он дамажит Голод этот А вот чтобы я без тебя делала Идти со мной не хотела Да ну какая Кейра Лут Чепуха Просто потратила Слишком много силы Что за выбор? Ты не сможешь идти Не бросай меня здесь Я этого ни за что не сделаю Хотел бы я сказать Что тут можно сделать привал Знаю Знаю Нужно идти Сейчас подожди Я полутаюсь Чтоб опять не смогла идти Нормально Может я попробую Ну-ка Покажи-покажи А потом пойдем Полутаемся Давай-давай Че будешь делать? Ну магический проход Это и ты Я могу Че-то свету плохо В катсцене Керри Потом вареник Пожевать дадим Да у меня их много И пивчанского И всего Вот этого Данла Фреви Добрый вечер Здравствуй Все, да? Пойдемте Как оно Ведьмачье дело Ну Временами бывает Тяжело Три ласточки Кстати Маловато У меня сколько ласточек Сейчас Три А, ну все Значит не будем Медитировать Пойдемте А так вообще Интересненько Кстати Все таки Хорошо Что я пошла С тобой Да Ты бы без меня Не справился А Ну признайся Я уже признала В жизни здесь Не прошел О нет Игни здесь Вообще Не вариант Потому что Что такое Понатыкают Своих грибов Что еще куда-то Ну это давай там Пока В общем Меня зовут Поиски лута Никто не охраняет Не натыкали здесь Как там Четыре призрака Нет Ой Я не нафишу этого противника Ну Лучше бы призраки были Ну Такая срань Он один или их тут несколько Один Ладно Ну это радует И модератору привет Игни норм вариант Оно потом какое-то время Восстанавливается А да Так У меня есть наборчик Надо что-то починить Меч опять сломался Кстати Что у нас тут Я просто посмотрю Как выглядит Он выглядит Получше чем мое Не так скучненько Но Оно хуже Поэтому К сожалению Придется ходить так А арт сбивает с ног Туманников Ада Все мечи об камне затупило Ну простите Уйдем Он ждет Сухофруктиков Бахну А Я не то нажала Вот Так Ну пойдем Кто ждет то Вот тут Волшебник эльфа Не очень похож на эльфа Ты упрямый Тхойна Геральт Я Я помогу Отойди Хотя Тхойна Я не знаю По-моему в книгах Кто там Как тебя звать Нейтраль Мне послышалось Или он сказал Диабло Ну Не исключено Что послышалось Шоп Геральт Ты че Кого ты опять выбрал Геральт Господи Собака бегает рядом Он такой Пойду к нейтралю Или как там Где кто Почему на вот таких Противниках На боссах Не работает фокусировка Это всрато Сделано То есть я не могу Вокруг него прыгать И при этом Не выпускать его Из виду Еще разрыв Да-да-да Еще разрыв Жопы А меня дамажит Эта туча Или что Я просто прохожу Сквозь нее И у меня Рибирует Джойстик А он Я не обратила Внимание Он хилится Или нет Когда сидит В своем Облаке Я в порядке Ну куда ты И пошла Опять Вот что за женщина А нет Чтоб полутаться Вместе со мной Не нужно Я без фокуса Дерусь Я не знаю Я иногда Фокусируюсь Мне удобно Что персонаж Вокруг Уворачивается Прыгает И мне не надо Постоянно Поворачивать Камеру Работала Раньше А знаешь Где более Менее Нормально Работает В ДС Хилится Да Я просто Не обратила Внимания Нет В Дарк Соулс Я пока Не готова Эти Мне нужно Жопу Остудить С предыдущего Прохождения Ну как У всех Срабатывало Хвост Виверны Сбить А у меня Нет Ну как Так После белого хлада Весь из белого пепла С тихих сонных холмов Тирнолия Сползает в забвении Мягко Беззвучно Лица Знающих Черны На морозе Растрескались Кости Прежде чем Моргнет Око Что сковано Льдом Я увижу Полет твой В иных Небесах Посмотрим Сообщение Я в детстве И то лучше Стихи писала Конечно По рифме Здесь А он озвучивает Не задерживайся Здесь Не верь никому А больше всего Берегись Ведьм С кривоуховых Топий Постарайся Добраться Туда Где мы В последний раз Были вместе Где мы В последний раз Были вместе Не слишком То много Проклятье Ну дай болтаюсь Кераль И хорошо Что он не оставил Более определенного Послания Если бы охота Сюда ворвалась Они бы тоже Нашли эту проекцию Они обыскали Все Будь у них Больше времени Они бы тут Камня на камне Не оставили Это не отменяет Того факта Что мы так Ничего не узнали Ни об Эльфе Ни о Цире По крайней мере Мы поняли Что они неплохо Друг друга знают И путешествуют вместе В этом зале Есть заначка Когда он даст Когда она даст Глаз Вернись В левый Дальний угол Хорошо Интересно Зачем Они разделились Возможно Дикая охота Шла по следу Эльфа И так Было безопаснее Для Цири Ведьмы С кривоуховых Болот С кривоуховых Топий Кейра Если ты Что-то Скрываешь Но Я же Не говорила Знаешь Этих Ведьм Знаешь Этих Ведьм Никогда Их Не Видела Но Читала О них Старинной Рукописи Я ее В одной Хате Нашла Там Написано Что Деревенские Ведьмы Иногда Заходят На Кривоуховый Топий Именно Они Поддерживают Связь Между Крестьянами И Ведьмами Ведьмы Не терпят Пришельцев Зато Местным Помогают Именно Они Остановили Мор В Велине Сзади Текстуркам Плохо А Наверное От огня Изменения Идет Изображение Типа От жара Отвратительные Кошмары Что-то Призывало Меня На Болото Однажды Ночью Я Вела Себя В сон Наяву И Столкнулась С этим Я Сразу Прервала Контакт С тех пор Тишина И Никаких Скверных Снов Почему Ты не Сказала Об этом Раньше Я же Говорил Что Цири Перешла Дорогу Какой-то Ведьме Я Понятия Не имела Что Речь идет О них И Потом Ты бы Сразу Бросился Их Искать А нам Сперва Надо было Убедиться Что Цири Была Здесь Разве Нет Теперь Я Разумеется Расскажу Тебе Все Теперь Когда Я Провел Тебя Через Пещеру Ты Правда Так Плохо Обо Мне Думаешь Наверное У тебя Предубеждение Против Чародеек С Чего Б Это Я Чуть Дальше Тебя Убежал По квестам А ты Тоже Играешь Получается Где-то Здесь Рядышком Я Правильно Поняла Суть Сообщения Как мне Их Найти Болота Обширны И опасны Но похоже Ведьмы Указывают Крестьянам Нужные Тропки Книга Велит Отыскать Часовню На Кривоуховых Топях А потом Идти По следу Сладостей По следу Сладостей А Точно В Каэр Морхене Не читают Детям Сказки На Ночь Все Нормальные Люди Знают Что Ведьмы Живут В Пряничном Домике На Курьих Ножках Посмотрим Как Они там Живут А еще Я знаю Возьми Книгу Ладно Что У Ведьм У Которых Дом Полон Сладостей У Нельзя Ничего Кушать Перепрохожу В Десятый Раз Как Раз Обнову Чекаю И тут Пряники Соблазнеет Стримера Да Соблазняет Еще Как Да Я Вчера Блин Поела Пирожных Этих Да Они Маленькие Типа Три Маленькие Штуки И У Меня Как Разболелось Все Я подумала Что Ну Видимо Раз Нельзя Значит Не будем Больше Что Есть Старшая Кровь Иные Считают Ее Страшным Эльфийским Проклятием Передающимся Из поколения В поколение Те В чьих Венах Течет Скверная Хен И Шаэр Ну Рекак Я не знаю Несут В себе Смерть И разрушение Всеряют Ненависть И гордыню В людские Сердца Пророчество Этлины Гласит Что Именно От этой Зараженной Крови Будет Рожден Мститель Великий Разрушитель Народов И миров Иные Утверждают Будто Старшая Кровь Редчайший Врожденный Талант Дающий Власть Над Пространством И временем В мире Недостижимой Даже Для эльфийских Мудрецов К сожалению Лишь немногие Обладатели Этого Дара Смогли Полностью Подчинить Его Своей воле Невероятный Этот Дар Неизбежно Приводит К внезапным Выбросам Силы Непредсказуемым Неконтролируемым И чрезвычайно Опасным Взрывом За темными Легендами Об эльф Блин Я хочу все время Скать об эльфийском Но тут Эльфском Я надеюсь Вы не обидитесь Если я буду Греть об эльфийском Мне Как-то Эльфском Непривычно Легендами Об эльфском В проклятии Скрывается Правда Обо всех Этих Несчастных Случаях Очевидно Что носители Старшей Крови Всегда были Объектом Пристального Внимания Со стороны Как властителей Так и чародеев Первые искали Зерно истине В пророчестве Истины А и тлины Весть о мстителе Способном Разрушать миры И желали Использовать его В своих целях Вторые же Не теряли надежды Обуздать магию Вот эту вот самую И увеличить Собственные знания И могущества Но в конечном итоге Всем этим планам Не суждено было сбыться Наследница Линия Старшей Крови Прервалась С исчезновением Наследницы Нирвгаарской Короны Цириллы Фионы Эллен Рианон Что-то я Под конец Считать Разучилась По-моему Тут нет Эльфов Блин Эльфы В чате Обидятся А тут нет Эльфов Зелья Которые Я ему Дала Похоже Оно ему Пригодилось Он его Выпил Ну Обидится И обидится Чушь Теперь Я просто Настолько Привыкла Ну Слышать И видеть Именно Эльфийский Слово А не Эльфский Что вот Я как-то Даже Не воспринимаю Я вот Вижу Это слово И игнорирую И читаю Эльфийский Почему-то Берсерки Не образуют Отдельный Клан Будь то По крови Или происхождению Напротив Это род Который Создал Войны Услышавшие Зов Медведя И ответившие На него Покинув Своих Близких В это Братство Принимают Не всякого Охочего Сперва Желающих Подвергают Трудным Испытаниям Которые Часто Заканчиваются Гибелью Последний Этап Самый Сложный Он зовется Медвежьим Триумфом Однако Люди Несостоящие В братстве Не присутствовали При нем Так что Нельзя сказать Что уготовлено Испытуемому Мумуму Опять начинается Любопытно Что сами Жители Скериги Почти ничего Не знают О берсерках Или Вильдокарлах Как они Их называют Они не любят Говорить об этих Людях Медведях Ни с чужеземцами Ни даже Меж собой Что там было За слово Тогда Когда у меня Тоже было Как Испытуемому Мумуму Вот это вот Хозяйки леса Что Пропустила Где-то Боги покинули Нас Сильные мира Сего безразличны К нашей судьбе Только Хозяйки леса Смотрят за Веленом В злой час Когда мор И голод Собирают обильную Жатву Проси Хозяйка помощи Если им будет угодно Они снизойдут К просьбам И отвратят Злую судьбу Вот как следует Обращаться К хозяйкам Возьми Дитя Юное Невинное Отведи В кривоуховый топе Отыщи Алтарь Посвященный Хозяйкам От него идет Сладкая тропинка Отправь дитя По тропинке И пусть оно идет По сладкому следу Прямо к благодетельницам Ни в чем больше Не будет нуждаться Это дитя Ибо хозяйки щедры Стоя пред алтарем Произнеси свою просьбу И благодетельницы Услышат ее Ибо они слышат И видят все Что творится В их владениях И если ты все Сделал правильно Просьба твоя Будет услышана Какое самоуверенное Утверждение Какое Должно быть Он сам сжег Эти записки Плохо сжег О боже Введение В прикладную магию Магия Это наука Обуздания Подчинения И использования Силы первоэлементов Она также Есть воплощение Хаоса Поэтому никто Без должной подготовки Не должен вторгаться В ее пределы Опытные чародеи Превращают свое ремесло В настоящее искусство Но путь к виртуозному Мастерству Лежит через долгие годы Учебы Упражнений И тяжкого труда А также требует Немалого Врожденного таланта Магия была Принесена в наш мир Сопряжением сфер И вскоре Было обнаружено Что она Есть живое Переменчивое И переручаемое Существо История не сохранила Имени первого чародея Открывшего в себе талант И развившего его С помощью магических сил Тем не менее Как мы знаем Примерно в одно время Повсюду стали возникать Группы одаренных Магией существ Для совместной учебы И развития способностей Этот период Обычно считают Началом магии Как науки А эти группы Прообразом магических школ Основные стихии Являющиеся Источниками магической силы Земля, вода Воздух и огонь В книге Которую ты сейчас Держишь в руках Каждая из этих стихий Отведена отдельная глава По порядку возрастания Сложности И опасности работы С каждым из первоэлементов Насколько я помню Сложная была Магия огня Вроде бы Енифер учила цири И там типа В книге упоминалось Что это очень сложная магия Капец опасная Жесть Она мне еще глаз не давала Правильно? Мне нужно подойти к ней? Или что? А нет Уже можно А какой глаз Мне должны были дать? Или имелось ввиду Про книгу Что у нас тут? Ничего Ядреного нет Ах А вот эти глаза Точно 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 Она мне еще не дала Мы же такое видели В первой пещере Как там В броне грифона Или что? Наспехов Глаза вроде Вместо арбалета Можно выбрать Без глаза Не пройдешь Да Она мне уже дала его Или нет? Я что-то пропустила этот момент Он в рюкзаке Где-то валяется Или еще его нет Ну вроде бы У меня здесь Ничего не лежит Если это можно использовать Как арбалет Он бы наверное Здесь лежал Среди оружия Да? Вот монокль А глаз не надо выбирать Но она значит Мне еще ничего не давала Хорошо Ну Баранки гну Странно Медальон Она тебе его дала? Нет Что с этой стеной? Он автоматом Применяется Когда надо Это иллюзия Я тоже почувствовала Я предполагала Что нас ждет Нечто подобное А вот он Да наверное Блин Нос чеш-то не могу И что это? Глаз Нихален Он рассеивает Иллюзии Сделать его Несложно Так что Если хочешь Бери Может пригодиться Кроме того Используя его Ты же будешь думать Обо мне? Ой-ой-ой Спасибо Спасибо Самое время сбегать В ту пещеру С кровосисей Да-да-да Пожил Иллюзии Жизнь Грибочки мои Ничего себе тут Лута спрятана Обалдеть Мне так нравится Как мы сквозь текстуры Плывем Я знаете Я боюсь утонуть Мы уже перегружены Опять придется думать Че выкинуть Шкуры ни за что не выкину Они мне дороги Вроде бы больше нет Да? Хотя здесь еще какая-то дорожка С какой стороны мы пришли? Пафосно идем Любопытно Покажи что умеет О, нет Отлично Вот так-то Не идея отсюда Морген А, Могрен Ну, почти И че, и че Хороший Мощь Квена Ирдена Ну Ничего такое Наверное, да Так Знать бы еще Что такое Квен и Ирден Я до сих пор Не выучила Как знаки называются Квен это щит А Ирден Это ловушка Ну нет Так не пойдет Я ими не пользуюсь Барахла у меня всякого Надо выкинуть Которое самое дешевое Хотя Шкуры же, наверное Дешевле стоят Тут 50 показывают Рублей А здесь Шкуры, между прочим Всего 5 килограмм Занимают Всего лишь 5 Ну, я имею в виду Если все посчитать Конечно, больше Ну, давайте я лестницы Выкину, хорошо Отрываю Прямо от сердца Лут гоблинства Вот это вот Давайте грабли еще Выкину Что там еще Можно выкинуть Чего мне не жалко Черенок Там за иллюзией Просто выход Из пещеры Серьезно? Гниющее мясо Давайте я Хотя оно ничего не весит Но тут шкурки У меня вообще-то Перегруза уже и нет Об этом я подумаю Завтра Что выкинуть Все Эх, ну зачем Ты так сорёшь Ну выкинула Да, я выкинула Лестницы Ты, наверное, теперь Очень доволен Зато теперь Когда мы будем Где-нибудь Находиться Вот В месте Куда мы не сможем достать У нас не будет Четыре или пять Лестниц Которые мы бы Сложили в одну И смогли бы залезть Здесь что-то есть Все на твоей совести будет Где-то Артефакт Посмотрим Посмотрим Куда ведёт Проход Они верёвочные Не знаю Я думала Твёрдые Ну значит Где будет высоко Мы не сможем Слезть Ну ладно Ладно Помогу Отлично Тогда пойдём Веди Не хочешь Да Зажигать Блин Ой Я со светильником Глазик перепутал Оказывается Им можно будет Светить Всякие Штучки Я бы посмотрел Как ты наверх На них Залазишь Ну я бы тоже Да блин Лучше бы на болото Да нюнет Мы с ней квест Сделаем Можешь перевести Напись Я понял Едва ли треть Да и Выходит Бессмыслица Надо подумать Никогда не была Сильна В высоком стиле Старшей речи Ооо Трудно Я переведу Дословно Опуская Изощрённые Внутренние рифмы Переведи Чтобы было понятно Загадочка Четверо стражников Несли Ясное пламя Все в один ряд Первый не шёл С краю Второй Что шёл Рядом с первым Играл печальную песню Третий Шёл рядом Со своим Верным зверем Четвёртый Не шёл Рядом с первым Ой Ой Сложно Я уже Всё Мне уже Плохо Я уже Всё Зажечь огни В правильной Последовательности Короче Первый Не шёл С краю Это то что я помню Второй Шёл Рядом с первым И играл музыку Рядом с музыкой Нет После музыки Был ещё Кто-то Блин Я не помню Повтори пожалуйста Можешь повторить Надпись Четверо стражников Несли Ясное пламя Все в один ряд Первый Не шёл С краю Ну первый Это вот этот Второй Что шёл Рядом с первым Играл печальную песню Ну вот этот Шёл рядом Со своим Верным зверем Четвёртый Не шёл Рядом с первым Но исполнял Музыку Как и второй Ну всё понятно Легко Хорошо Так Посмотрим Надо понять Правильный порядок Первый Да что подождать Как будто за стеной Что-то сдвинулось Правильно же Или у меня в голове Сейчас нарушился порядок Всё правильно Стример умён Она простая Так-то да Просто у меня память Как у рыбки Вот мне если наговорить Вот так Первый шёл Рядом со вторым С третьим Я забуду После того Как она на второго Переключится Чё там Делал первый Это какое-то Эльфское Святилище Чья это могила Как думаешь Жаль что Надписи нет Знак Чайки Если бы я не знал Где похоронена Лара Доран То предположил бы Что это Её гробница Может это Это просто Памятник Эльфы не стали бы Увековечивать Память о ней Таким способом Для некоторых Она героиня Трагической легенды Но Большинство считают Её предательницей Которая получила По заслугам За свадьбу С Крёгенином Из лёда Может быть Этот эльф В родстве с Ларой Ну это объяснило бы Зачем он помогает Цири Возможно Это ищешь Ага И что она делает Надеюсь Я смогу Его включить Ну что Пойдём отсюда Пойдём Оперативку Короче Обновить Надо Я же Ты с этого Такарнула А записку Мы читать Не будем Мы её Зачем взяли Записки Знающего День Трёхтысячный 275 Окончательные выводы Относительно Светильника Мои опыты С магическим Светильником Неопровержимо Свидетельствуют О том Что с его помощью Можно пробудить Активные центры Конденсированной Духовной энергии Для сообщения С ограниченными Отделами Памяти существа Останки Лары Доран Тем не менее Излучают Совершенно Инертную Духовную энергию Несмотря на Насильственные обстоятельства Её смерти Которые Должны были бы Усилить Желательную Для нас Тенденцию Лара молчит На данном этапе Исследований Магический Светильник Предоставляется Совершенно Бесполезным Для моих Целей Представляется Загасить Загасить Ох Я и не заметила Сундук Ну пойдём Наверх Можно обратно А можно наверх Да? Подождите Это мы куда? А что вон там Сзади Если наверх Пойти? Там же была Развилка Нет? Теперь иди К барону В смысле Можно же Кейру Товольц А куда? А это сюда Мне показывают Пунктиры Да? Внимательность Угу Значит Сходим сюда Место силы Место И место Звездюлей Судя по всему Кто-то там Тяжёлый Ходит О нет Кстати Он у меня записался В глоссарий Господи Как обратно Теперь Чем с ними Сражаться Эффективней Ой Я вчера Обещала Почитать Давайте Почитаем А то Обидится Кто-нибудь Там Три существа Или сколько Горгулья Мне кажется Или статуя За нами смотрит Взломщица Лара Эстеван В Локмуине Горгулья Каменные статуи Оживлённые С помощью магии Чтобы защищать Лаборатории Жилища чародеев От вторжения Незваных гостей Один только Их облик Отпугивает Большую часть Взломщиков Те же Кто не пугается При виде этих Рогатых И крылатых Чудищ Обычно Умирают Вскоре После встречи С ними Разорванные Каменными Когтями Они кстати Очень миленькие Смотрите Какая у них Морда добрая Обалдеть Такие хорошенькие Как можно Такую прелесть Испугаться Тогда я покурить Успею Иди Иди Но курить Вредно Для вашего здоровья Имейте ввиду Голем Или голем Я не знаю Как правильно считать Наверное же голем Что Это с элементальными У меня проблема Вроде бы правильно Элементаль Но я постоянно Говорю элементаль Чтобы пробиться Через эту стену Мне понадобится 20 горняков 7 мулов И 3 пудоселитры Или 1 голем Вильмир Брас Горный мастер На горе Карбон Големы Это каменная масса Оживленная заклятием Совершенно послушный Приказам Своего создателя Необычайно сильный Нечувствительный К боли Терперивый И способный Обойтись Без единой капли Питья Или куска еды Этот монстр Рожден Быть стражем Или слугой Однажды Ринувшись в бой Он не остановится Покуда не сокрушит Противника Или сам Не рассыплется В пыль Гончие Дикой охоты В самом начале Кавкаль Кавалькады Призраков Дикой охоты Мчатся гончие Словно ледяная цепь Что тянется за кометой Говорят Что иногда Они сбиваются с пути И спускаются С ночного неба На землю Неся за собой Холод и смерть Эси Давин По прозвищу Глазок Трубодурка А была такая В книге Я помню Гончие Дикой охоты Это существа Созданные из связанных Магией Ледяных кристаллов Обычно Они появляются Там Где видели Кавалькаду Призрачных всадников Словно бешеные псы Они способны Лишь бросаться На все Что встанет У них на пути Вот эти вот Инсек... Инсектоиды Мы не прочитали Про них Эндриага Воин Думаешь Обычные Эндриаги Опасны? Погоди Пока придут Их войны Клаус Альтман Лесничий В большинстве Случаев Одной только Численности Эндриаг Достаточно Чтобы отогнать Или убить Атакующего Однако В схватку Самым опасным Противником Посылают Специально для этого Специально для этого Приспособленных Самых сильных И крупных Особей Эндриаг Войнов Единственная задача Этих существ Сражаться И защищая границы Колонии Завоевывать А И защищая границы Колонии И завоевывая Новые территории Эндриага Работница Холера Я-то думал Работницы Не нападают Ян Зайк По прозвищу Хромой Следопыт Работница Эндриаг Образует Самую Многочисленную А потому Наиболее Часто Встречаемую Разновидность В этих Этих Насекомообразных К их обязанностям Относится В том числе Постройка Гнезд И коконов Добыча Пропитания А также Опека Над яйцами И личинками Когда они Чувствуют Угрозу То зовут На помощь Воинов Однако Если Они вынуждены Защищаться Сами То справляются С этим Игоша Я же его Ни разу Не видела Мы же Не сражались Он просто С легендой Мне выпал Да Игоша Сказать Что Игоша Отвратителен Это все равно Что утверждать Будто говно Не особенно Приятно На вкус Вроде и верно Но всей Правды Передать Не может Ламберт Ведьмак Школы Волка Игоша Это пожалуй Наиболее Отвратительное Из чудовищ С которым Приходится Сталкиваться Ведьмакам Оно возникает Из мертвого Нежеланного Ребенка Которого После смерти Даже не похоронили Надлежащим образом Выглядит он Как сгнивший Новорожденный Искаженный Наполняющими Его ненавистью Страхом И злобой Этот мерзкий Монстр Обычно Питается силой И кровью Беременных женщин Которых Таким образом Постепенно Доводит до смерти Игоша Выходит Из укрытия По ночам Притаившись У постели Беременной Женщины Он впитывает Ее жизненные Силы И силы Еще не рожденного Ребенка В результате Сперва Возникают Тревожные сны Затем Лихорадка И бред Несколько ночей Спустя Монстр Нападает На беззащитную Истощенную Жертву Вгрызаясь Ей в шею И высасывая Кровь Игоша Достигает Полутора Футов Вышины Но если Он сыт И достаточно Силен То в минуту Опасности Может внезапно Вырасти И принять Другую форму В такие моменты Он гораздо более Опасен И не избегает Открытой схватки Кусаясь И царапаясь Острыми когтями Возможно Снять проклятие Возможно Снять проклятие Которое лежит На Игоше Тогда он превращается В Чура Духохранителя Домашнего очага В тепле которого Самому Игоше Было отказано Игошка топ Не знаю Не знаю Водная баба Говорят Водные бабы Жены утопцев Если так То я не удивляюсь Что они такие стервы Шимха из омутов Некоторые предания Говорят о том Как водные бабы И водницы Заманивали путников Свои построенные На болотах хатки Притворяясь Заблудившимися старушками Блин И он не спутаешь С человеком Заблудившейся старушкой На самом деле Только очень пьяный Или слепой Мог бы перепутать Смердящие тины И падалью логова С уютным домиком А само чудовище С бабушкой Сморщенная И покрытая бородавками Тело водной бабы Достигает почти сажени И воняет илом И рыбой Из-за грифка У нее торчат Длинные до двух пядей Длиной костные отростки Образ дополняют волосы Похожие на ворох Спутанных водорослей И когти Которых не постыдился бы Волколак Так Остальных мы читали Ну и все Вот мы разобрались Только сейчас я быстро Смотрю Как драться с големом А Бомбами И масло против Магических тварей У меня такого и есть Масла Нет Я знаю Ты потом Скорее всего Согласишься Да? Хорошо Во Оно само намажется? А нет Наложить масло Нарисованно А почему было У меня же стоит Автоматическая накладка Масел Просто замечательно А подождите Или в тот раз У меня масло Было наложено У меня же тоже был Синий меч Блин Мне так непривычно Что я не могу Драться сдалека После Астеригаса Когда я дралась С кинжалами А потом Этим Посохом Мне вообще Вот некривычно Я во всех играх Предпочитаю Дальников Я не умею Вот это вот Вблизи Иногда Ни хрена Ни хрена Ни хрена себе Ты по земле Бабахнул Чел Успокойся Успокойся Наверное Наверное нужно Уворачиваться Именно Прям полноценно Чтобы Задоджить Это жестко Этим Со щитом Со щитом То с ним Нормально Пропустил Пару Атак Щит Затанчил Мне пришлось Дописывать Мод Этот Он у меня был Криво На обновлении Работал Не накладывается Масло Автоматически О нет А там была Настройка Какая-то Вот здесь В игровом Процессе Я не буду Сейчас Заходить Чтоб не душиться Но там Вроде было Написано Накладывать Масло Автоматически Оно Как Кончалось Больше Не работало Да Так это Вы меня В заблуждении Вбери Получается И если Враг Менялся То оно Не актуальное Уже Было У меня Опять Перегруз Магия Это место Силы Место Силы Ну что Пойдем Не спеша Прогулочным Шагом Я лут Гоблин Я больше Ничего Не выкину Я все Продам Пропустила Лут О нет Я надеюсь Я надеюсь Заметели Заметели А вот А вот Здесь Нельзя Десантуру Сделать А И Побыстрее Выбраться Отсюда Ну Нельзя Так Нельзя Пойдем Потихонечку Медленно Наслаждаясь Красотами Прекрасной Архитектурой Как на Экскурсии На улице Сегодня Душка Неимоверная У нас Уже Несколько Дней Подряд Идет Дождь Летний Дождь Тот Самый И Из-за Этого В промежутке Когда его Нет Можно на Улице Сдохнуть Я выходила сегодня С Ричиком Мне нужно было Сходить Что там За покупками Купить продукты Для готовки Я пока туда Обратно сходила Я пришла Как будто я В море купалась Блин А не на улице была Но еще не лето Да Вот это самое Ужасное Что это еще Даже не лето Ну я поняла Что ты подколол Меня насчет Летнего доща Но Все Идем Она Кстати Это С моим Темпом Прям Соглашается Точно так же Медленно идет Красава Лампа Наверное Тяжелая Я знаю Что мы Подстраиваются Под твой Темп Ну типа Кто-то Наложил Иллюзию Наконец-то Но дело Того стоило Правда? Ты все-таки Узнал Что-то о Цири Что-то важное А ты лампу нашла Поняли? Мотайте себе на ус Что ты принадлежишь Последним Кроме того Я хотела Тебя кое о чем Попросить Ну так что Ты еще Заглянешь? Ну давайте Заглянем Хорошо Уговорила Она Она умеет Уговаривать Конечно Конечно Я тебя Навещу Я буду ждать Будь здорова Кера Главное Не забыть А то Некрасиво Получится Кстати Битровитик На секундочку Упал Я уже Подумала Что опять Начинается Так Лодка Есть Да? А куда Я на ней Могу Уплыть? Ну-ка Давайте Посмотрим Здесь Рядом Есть Место Где Можно Вот сюда Да? Можно Доплыть Я Кстати Ни разу Еще На лодках Не плавала Они Работают Как телепортере И прям Нужно Будет Управлять И Плыть Эй Что Прям Реально Плыть Ля Круто К барону И так И так У лодки Есть Прочность Или Что Это Слева Показываются Ячейки А Ускориться Можно Простите Я просто По привычке Зажимаю Другую Кнопку Чтобы Ускориться Карту Открыть Да я В принципе Вижу Куда Плыть А Пристань Любовников Если Если Есть Текаря Телепорт Будет А Я Ни Одну Лодку Еще Просто Не Не Осматривала Поэтому Я Туда Плыву Нет Мое Направление На лодке Не Показывают Да В какую Сторону Я плыву Догадывайся Сама Понял Принял Но будем Плыть В сторону Указателя Это Наверное Верное Решение Я Понимаю Да Что На Якорь Можно Нажать Но Мы Сейчас Вот Здесь На Пристане Любовников Я Правильно Понимаю А Вот Здесь Якори У Меня Нигде Нет Чтобы ТП Шнуться А Вот Я Что А А Что У меня Сюда А Спасибо Ну Стример Глуб Давайте Я Уже На Эту Доску Объявлений Тогда Доплыву Возьмем С вами Эти Объявления Может Там Будет Эта Перемещалочка Пропал Смайлик Записывающий Девочкой В смысле Пропал Я Не Удаляла Возможно Его Изъяли Авторы Я Не Знаю Я Вообще Ничего Со Смайликами Не Делаю Я Их Вот Как Добавила Тогда Сто Лет Назад Так Они У Меня И Стоят Да Как Посмели Глады Не знаю Деревня Рудник Да У лодки Есть Прочность И это Влияет На Скорость Передвижения Или что Нет П Парковка Да Но я Заодно И проверила Если у лодки Прочность Есть Есть Тут Ведьмак Страшила Я У себя В носу Кое Что Поинтереснее Находил Ну ты Это Прям Конечно Эталон Отворачиваешься Да и Посмотрим На тебя О Так Давай Я там Продам Тебе Все Что У меня Свои Товары Мне Нужно Мнение Вот Всех Вот Этих Умников Знатоков Ведьмак Вот Это Вот Оружие Могрен Вам Как раз Видны Характеристики Я проверила Оно Же Хуже Чем То Которое У меня Правильно У него Какие Такие Бонусы Посредственные Мне Его Продать Или Мне Его Разобрать Или Что Или Просто В хранилище Положить Чтобы Лежало И пылилось Продавать Так Эти сапоги Лучше моих Сопротивления Какие-то Там Гурению Разбирать Не надо Хорошо Продавать Вот здесь Тоже Не пойму Здесь Вроде Бо Сопротивление Ударом Очень Хорошее Да Но Но Моя же Броня Все равно Лучше Я же Правильно Понимаю Я не люблю Игры В которых Есть Вот такие Снаряжения С кучей Статов Все равно Потом Ведьмач Будешь Бегать Вообще Как тот Самый Мистер Крыс Все Уникальное Оружие Хранил Можно Конечно Но я Тогда Весь Шмот Продам Хорошо Хорошо Все Потом Скрафчу Себе Вот Самые Классные Шмотки Ведьмаков Буду В них Ходить Так 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 Вот Эти Наверное Получше Сапоги Следопыт Рубящие Удары Хотя Сопротивление Меньше Горей Ой Не понимаю Ладно Все Продам Не хочу Думать У этого Торговца Недостаточно Денег В смысле Давай Ищи Деньги То Жесть И такое Бывает Седла Продавая Немного Весит А мне Нет Купи Рецепты У него А Да Точно Это Вот Это Рецепты Нет Это Не Рецепты Это Чертежи У него Нет Рецептов Я же Правильно Понимаю Это Не Рецепты Это Чертежи Или Ты Говоришь Мне Чертежи Скупать Ну Чертежи А Скупать Прям Серьезно А Зачем Они Нафиг Не Нужны Малые Рунные Камни 88 Рублей Один Чертеж Чтобы Продать Ой Джинис Давайте Если я У него Сейчас Починю Снаряжение У него Деньги Появятся Правильно И я Смогу Ему Еще Что То Продать Да Да 228 Не Хватит 6 Хорошо Держи 5 Деньги Копи 3300 Куда Копить В ДЛЦ На Мастер Арун 30к Нужно Уже Готовлюсь К ДЛЦ Будущий Тут Так Ну Что-то Да Мы Продали Нос Скьёшки Какие скьёшки Просьба Анки Люди добрые Мой Янка бросил меня одну с детками Что было ценного забрал и ушел А куда не сказал Если где его увидите Плюньте ему за меня в рожу Анка Песец Нужон Песец для Объявлений Нужон Плачу Продуктами Вили мир Пусть все прочитают Вчера вечером умерла нерадка Прикидывалась бедной старухой У которой ни одной родной души на свете не осталось И все время еду выпрашивала А как мы пришли готовить тело к похоронам То оказалось, что за печью она прятала мешок зерном Фасолью и горохом И целую кучу сушеных яблок и грибов Позвали мы старосту и решили так Еду разделим поровну всей деревней А нерадки вместо достойных похорон Привяжем камень к ногам И бросим в болото Чтобы и после смерти она не упокоилась Пусть все знают, что тот, кто живет за чужой счет И от остальных еду прячет А сам обманом у других выманивает Будет проклят и богом, и людьми А не боитесь, что там отравлена еда? Ну, вдруг, мало ли, вдруг она такая вот Спрятала все, отравила А вы сейчас всей деревней и ляжете Да, но часов через пятьдесят Заказ чудища из Доброго Люди возле нашей деревни Добровым прозываемой Рыщет чудище проворное и Вельми грозное Вельми? Что такое Вельми грозное? Все округи Да куку учиняющие Смельчак, который его уничтожит Рассчитывать сможет на нашу благодарность По гроб жизни Так же, как и на щедрое вознаграждение Кто захочет знать больше Пускай в село заходит И старосту себе мира спрашивает Заказ пропавшие солдаты Сим объявляется, что императорской армии Нужен человек, знающий здешние края Охотник ли, следопыт ли Который поможет отыскать пропавший патруль Вероятно, солдаты стали добычей чудовища Если подозрение подтвердится тому Кто доставит голову монстра Ниже подписавшийся Выплатит установленную награду Он же в случае необходимости Готов предоставить дополнительные сведения О происшествии Слава императору Милан Норан Командир отряда Стоящего в деревне Рудник Предупреждение Люди добрые Поехал я торговать во Вронице Солдаты покупать ничего не захотели И со злостью весь товар побили И меня отделали так Что свету белого не взвидел Пусть моя беда будет вам уроком И держитесь подальше от Врониц Свимил Я думаю Может у него тут Точилом воспользоваться Вену Где точить-то самому не пойму А вон она стоит Вот это что ли Блин Это сковородки Обманули меня Получили Я думала Это вот это колесо Для заточки А вот вижу Все мы теперь улучшены Здесь где-то я видела торговец Ему тоже пойду все это попродаю С ним наверное в гвинт можно поиграть Есть у вас Может и есть 3000 с чем-то Ну да В гвинт можно Покажи свои Покажи свои товары Давай Или А сколько За вот этот меч требовал Кузнец Я наверное для кузнеца оставлю Да Чтоб подороже его продать Хотя на сколько я дороже продам На 5 рублей Шкуры продай Хорошо Что прям реально продавать Они не понадобятся мне для крафта Да Так жалко Я оставлю себе Бронь и мечи лучше кузнеца Ну да я знаю Я хочу освободиться Чтоб потом пойти налегке Еще найдешь Я половину продам Я не могу Что? Как? Деньги кончились А вот как повезло Трофеи продаем Теперь нас волки уважать перестанут Хочешь я обратно их выкуплю Но они наверное будут дороже стоить В обратку Чем я ему продавала скорее всего Давайте 6 поставим Я хочу сыграть в карты Да Черный алкоголь купи Хорошо после битвы Скажем так Куплю Так у него тоже королевство севера У него такой же тип как у меня И значит способность такая же У меня шпион появился первый раз за последние сколько каток Однеркового поменять, да? Потом нужен будет для алхимии Как играть-то начать? Треугольник я просто не поф А, назад кружочек Здесь управление для Иксбокса Путает меня Так, ну что? Давайте поставим Мечник за 5 Способности лидеров могут быть разные А, да Я думала Если они одинаковые Это тот же самый черрик Просто чтобы мы не путались Разными цветами Раскрасили Только снег не кидай мне Пожалуйста Рубай лукину Так, объясните мне Насчет шпиона Его использовать лучше В последнем Ну, в следующем раунде Не в этом, да? Я его пока не буду трогать Просто спрашиваю В каждой колоде 5 лидеров Какого выберешь Та и будет способность Лучше использовать всегда Как приходит, так и юзай Да? Шпиона? Прям юзай? Шпионы всегда Сразу Хорошо, хорошо Наматываю На ус А он бы мне дал Две карты А мы взяли сейчас одну Или нет? Чучело Ничего себе Это была способность лидера Сейчас Или чего это было? Прикольненько О, топ-карты пришли Погодные условия А вот лекаря береги Погода То, что надо Так, наверное Следует идти по мечникам, да? Ветер пока не стоит ставить У него всего лишь один лучник Лучше ее приберечь Я правильно понимаю? Поставить мечника Вот этого За пятерик Эта карта Мастхэв В игре Чучело Прикольно У меня нос заложило Я не знаю, что это Вам, наверное, не слышно Небольшой гундосости Но Мглу ему Он кинет Шпиона тебе Смысл Что, прям реально Мглу? Ну, я могу Мгла Это же на лучников, да? Чучело Возвращает карту В руки В руки Кому? Мне? Мне не вернули Шпиона Ладно, хорошо Ты сказал мглу Ты же не порофлил Я ее кину Я же С вами вместе играю Мы втроем играем Себе А Кидай давай Кидаю Хорошо Так, что там Отменяет эффекты Погодных явлений Ну, ля Ты крыса Ну, что Я тогда Мечника поставлю Он себе В руку взял Шпиона Чучела А, ну все Ну, я же Ну, что-то там Себе и поставил Смайлик Раздражение Я же Не понимаю Как это работает Ну, теперь Понимаем Я, наверное, еще Мечника поставлю, да? Теперь будет Тебе кидать Что, лучников кидать, да? Или ката Пульту поставить Шо делать? Давайте лучника, наверное Одного кину Это был риторический вопрос Вы не успеете Ответить Потому что я поставлю Лидера? Серьезно? Ну, ладно А если я лидера Поставлю Опять будет Мгла Ну, ладно Я поставлю Хорошо Почему она не ставится? Я не могу Поставить карту лидера А я же ее ставила Подожди Или нет? Она не применяется Ну-ка, я ее на мышке Попробую Она активна Но я не могу Применить То есть Я не знаю Что происходит Почему? Она не применяется Потому что Мглы уже нет Но я же Мглу Вот эту именно Карты применяла Разве нет Способность лидера Активна Мгла в отбой А, лол Он разыгрывает Карту мглы Фига А если Мой лидер Разыгрывает Карту мглы И если она Уже попала В отбой То он не сможет Ее разыграть Или что? Я думала Он сам Мглу кидается Ой, да я тоже А Вот оно как Вот что мне Сейчас сделать? Мне поставить Катапульту? Чудесатость Какая Или дальше На лучников? Шесть У меня будет Двадцать пять Очков На один Больше Лука Давай Ну если Лука То у меня Будет Двадцать четыре Какой у него Ну хорошо Почитай Внимательнее Играет Карту Мглы Из колоды Неважно В руке Или в колоде Вот он Пас Что мне Делать? Мне тоже Пасовать И у меня Отнимут Мне можно Кого-то Выставить Ну например С рукопожатием Чела Лучше же его Выставить Чтобы победить На всякий случай У того Я знаю Есть шпион Теперь мой Сколько У тебя Не видно? У меня Двадцать четыре И у него Двадцать четыре Он спасал Кинчела Ну я тоже Думаю Кинуть Он кинет Потом Шпиона Я взяла Дополнительную Карту Я молодец На следующий Раунд Имею ввиду Рубайл Наверное Да Все кроме Лекаря Вытягивай С него Карты А вот смотрите Мне сейчас Наверное Лучше Сыграть Погоду Чтобы Отменить Эффект На своего Лучника А потом На следующий Ход Кинуть Холод Правильно? Чтобы У меня Танец Челов С мечом Чтобы Если что Минус Балл Ему Пошел Я же Правильно Понимаю? Вот Я правильно Понимаю Стример Учится Учится Понемножку Он Тебе Кинет Шпиона И Ты Его Заморозишь Сейчас Ну Да Плюс Один К Морали Какой Морали Чел Сколько Да ты Обалдел А у У меня Больше Нет Вариантов А у Него Еще Шпион Капец Шестнадцать Накинул Он Что Завем Жули Для Хитрый Комп Да Одобряемся Так Ну у меня За пятерик Только есть Причем Надо брать Лучника Потому что У меня На мечниках Стоит Дебаф Пас Надо было Сделать Серьезно Ну блин Уже Все Уже Потратено Вы же Мне-то Написали Всех Кроме Зря Холод Кинула Хотя Все равно Проиграла Заруинила Ой Ой Заруинила Все Прям Извините Ничего я Не заруинила Ну ладно Заруинила У меня Ноль карда И он Сейчас Что-то Докинет Я сейчас Еще раз С ним Поиграю Я Не ожидала Что у него Будет Вот этот Трубадур Это ничья Или что Сейчас происходит А Ну хотя бы Мы не проиграли Мы на ничью ушли Хорошо Какую карту О Челики С рукопожатиями Посмотрите Сколько их Выпало Шесть Тебе повезло Ну да Мне везет Тебе пора Покупать Лотерейку Надо будет Завтра Сходить Купить Выиграю Потом Потрачу 100 рублей Выиграю 5 4 Меняй Лучника 4 Угу Жесть У меня Одни мечники И два Лучника Надо Сегодня Я не знаю Будет ли Открыт Магазин Посмотрим Там погода Сейчас придет Не Не пришла Все Игра Хорошо Ле Все с пятериками И черрики С рукопожатиями Жесть Давайте Мадмазель Поставим А Шпион Сейчас Вот смотри Если я сейчас Выложу Шпиона Вот его надо Выкладывать Не первым Правильно Мне же нужно Освободить место В руке Одну карту Я уже поставила А теперь Поставлю вторую У него чучело Сопрет И что Мне его держать До конца Теперь Или пока Не выставлять Не кидать Пока Блин Вот Тактики Всех Разные Тактики Ладно Хорошо Пока Не ставлю Можно и 15 В руке Иметь А да Они просто Комп Как это Скамп Скаж Как Скукоживаются Короче Не могу Вспомнить слово Скукоживаются Ну а что Мне дальше Их выставлять Не факт Что чучело У него в руке Компонуется Да Я вот это Ком Ком Как Вот оно Как Мне пока Что Лучником Ставить Шпиона Держать Или не Держать Ладно Давайте я сыграю Как чувствую Как чувствую Так и сыграю Это Шкампуктер Если у него Может быть Казни Или щучело Оно Обязательно Будет Трубадур Вот у него Обязательно Появился Ну я не знаю Давайте лучника Поставлю Я сыграю Здесь просто Как чувствую Хорошо А че он Никого Воровать Не собирается У меня Да Вот если я Сейчас поставлю Шпиона Уже поздно Его ставить Или можно Поставить Я сказала Что сыграю Как чувствую Но Я чувствую Что если я так Сделаю У вас там Жопы Загорятся Я бы сейчас Выкинула Шпиона Например На Мама Можете просто Огнетушители Там поставить Рядом И когда я играю В гвинт Ну На готове Сиди Ну я поставлю Он его сопрет Чучело Дает какие-то очки Я просто не помню У чучела Нет ни атаки Ничего Кидай давай Хорошо Противник спасовал Чучело голое Ничего себе Мне теперь надо Шесть очков добить Ой Блин Да что ж такое Это Это мне получается Нужно двух лучников Теперь выставить Да Чтобы я выиграла В этом раунде Я правильно понимаю У меня двадцать У него двадцать Я могу камеру убирать Чтоб вам было видно Когда я играю В гвинте Баллиста шесть Но мы тогда на ничью Выйдем Да И вот у меня двадцать И у него двадцать Мне пасовать Есть шанс Что затащишь Хорошо Хорошо Мой ход Пока выставить лучника Я правильно понимаю Чтобы потом Челиков повыкидывать С мечом Да Жалко солнышка Нет Да Есть такое дело Последний раунд Да Я вижу Он мне шпиона Поставил Ничего себе Правда себе карт налутал Крыса Ну и все Теперь разыгрывать Этих челиков По порядку А потом Мадам С воскрешением Лидера сыграть Так зачем пока Он же мне заруинит Моего лучника Плюс к морали Ля ты крыса Так Пять 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 Шесть На первую линию Трубадура бы Восемьдесят четыре Зачем Ну блин Вот он жесткий Аж Трубадур Увеличивает Вдвое Атаку всех Или как Я хочу узнать Описать Карт Я постоянно не успею Прочти Ну это только Пасовать Кикви Жесть Вот это он накидал Карт Ну все Мне кажется А зачем кидать Туман Там уже Мне нечего Ставить Мне кажется Мы с ним не справимся Я еще раз Попробую Но у него Какие-то карты Жесткие По-моему Мы не затащим Да Или не пробовать Просто так А у него есть Карты в магазине А уже нельзя выйти Я уже не могу Отказаться Да от гвинта Я хочу сыграть Хорошо Или могу все-таки Я могу сдаться Сразу А сейчас Давайте еще раз Проиграем Пять рублей У меня денег много Можно и поиграть Время молитвы Время молитвы Ну да Лучше бы оставила Да Есть такое дело Да опять Есть ли смысл играть лучниками Мне сейчас Я вот о чем думаю Если он поставил Трубадура туда Ладно Я могу потом В конце карту Использовать этого Лидера Да Чтобы ему подосрать Линию эту Поэтому пока Лучше наверное Переключиться На мечников Я правильно понимаю Иначе я и себе Подосру Если лучников Выставлю Да Правильно А капец В умный стример Правда у меня не так Много лучников Точнее мечников Ну что у тебя за карты Чел Ну Она учится на глазах Так это рукопожатие Что А с таким же именем Я не знаю Сейчас кидать Карту лидера Или потом Я не хочу выставлять Черика с рукопожатиями Мечника Я не знаю Наверное Катапульту за 6 Лучше поставить Да Опять мышку задела У тебя нет Такой больше Я знаю Я вижу Или карту лидера Сейчас разыграть Но я боюсь что Я разыграю Он отменит солнышком А потом опять наставит Своих чериков Ну если у него солнышко есть Я не в курсе конечно Как там это Че Я бы вот эту баллисту поставила Или катапульту Как она там называется За 6 Ой Вы не скажете мне да В плане у тебя Той катапульты Вообще В колоде Больше нет А вот такой За 8 У меня нет В колоде А да Играй как чувствуешь Хорошо Ну раз ее больше нет Тогда я ее поставлю А потом поставлю Еще одну катапульту Может быть что угодно Противник спасал Получил Вот Ну, поехали Поставлю мечника Наверное Пока лучников боюсь Ну шо, изи катка, да не факт Сейчас он опять своего трубадура Поставит вот этого вот Надудит мне Все, кроме лекаря Ну я уже поняла, да, что лекаря оставлять напоследок Это еще что такое Ты что такое Да тут просто развести его на карты А лекаря вслед раунд Переводить А, да Подожди То есть я здесь А, как умно, это я Это я А у меня такого даже И в мыслях не было Вот вы умные, конечно Так, это че такое Солнце Чем руководствуется этот человек Я не понимаю Шо он делает Не, я еще поставлю вот этого А потом спасую Вот здесь Мне Можно что сделать В каком же он отчаянии Здесь лучше спасать Я правильно понимаю У меня 23 У него 27 Потому что даже если я выложу баллисту за А, хотя я могу выложить баллисту за 8 Но я не знаю Что у него за следующая карта И могу проиграть Поэтому Лучше спасать Я думаю, да Хорошо, хорошо Жесть Вот это противник Выиграл раунд Конечно Ясное небо Все понятно Не подфартило ему, да уж? Еще как Ну добили челика Добили Вместе командной работой Прекрасно У него были карты? Я не обратила внимания И мне говорили еще черный алкоголь купить Я помню Карт у него нет Это вот это? Наливка из мандрагоры? 108 рублей Ну вот уже учишься Капец Вот это я сейчас Прям Бабахнула На 500 с чем-то бачей Она для всякого Это что такое? Зажечь можно? Хорошо Так, что у нас там вообще? Мы в замок барона, да? Идем Надо посмотреть Где мы И куда идти И что вообще Вот здесь? Вот здесь Почему не открылся якорь? Или он открывается рандомно? Я же сюда Врезалась Ну В порт А перемещение не появилось И шкуры выкупив В честь побед Или он в каких-то определенных местах открывается Не везде этот порт с телепортом есть Ну что-то не пойму Потому что якоря нет А То есть это не от меня зависит Я думала здесь Нужно Как во многих играх Просто открыть А якорь видно только на лодке Ладно Тут столбик есть И этого хватит А где плотвичка? Плотвички? Бля, там волков Мэткап тебе шкуры обратно надо Вон там Какой у них уровень? Да нет Я сейчас опять эти шкуры налутаю У меня снова перевес будет Плотвичка кинула вас И вот она, наверное, дименькая Лутай шкуры Нет Нам потом еще попадутся По пути Она меня сама сюда привезла Она хочет, чтобы я что-то здесь увидела Или что? Заперто Старучка плачет Утешить нельзя Просто мужик Так, это мне Трава какая-то И зимой укутываться нечем будет Да, нормально все будет Так, телепортик мы открыли И все, да? Это ведь ты Тот самый белоголовый Да Книщики? Нету Ну-ка я на карте посмотрю Так проще будет Ну да, здесь ничего нет А промежуточный пункт Хорошо У меня уже седьмой уровень Я уже очень большая Я не хотел ее там звать Потому что я бы Во все заборы мира там врезалась Мы бы полчаса оттуда Выезжали на ней Я хочу себе красивый шмот Я хочу, чтобы у меня тут был Фэшн соус Чтобы Геральт выглядел красиво Мне уже надоела Вот эта рубашка на нем А плотва, наверное, до сих пор Мостов боится или что? Почему она меня туда не повела? Ну да нет Смотрите, в этот раз Она в порядке Довейшн из... Довейшн из май профэйшн Еще далеко А, ты хотел написать фэшн Оно тебя исправило У тебя в сундуке лежит шмот от игры Да, кстати Только я не помню Какого уровня тот шмот Одиннадцатый Точно там был А может и седьмой был А сундук только в белом саду Да? Самогону Желаете Поздного сыра В доме барона Откроется сундук А, хорошо Покажи мне свои товары Опачки Чтобы узнать Больше нужно прочесть Карты в гвинт Так, кстати Новое седло Сколько у нас там 25 Здесь 30 А, это седельные сумки А у меня сколько? А у меня тоже 30 Ну ладно Я уж так обрадовалась А две седельные сумки нельзя Ля в качалке Целыми днями Зависает чел Сейчас я прочитаю А потом мы с ним сыграем В гвинт А что, сбоку не появится Да, прочитать Ну ладно В рюкзаке будет видно Нет Нет Да Нет Да Как Религия На свете лет уже более 120 Коренья и водка Творят чудеса И не верьте тем Кто говорят Что говорят иначе Заявить могу Со всей ответственностью Что Всем сразу Никак не угодить И ежели Одному что понравится То другой плевать На это будет И морду воротить А найдутся наверняка И такие Что с ножом Бросятся Будут готовы Если выйдешь Хоть на шаг За тот тесный мирок В котором они живут Потому что же делать Как жить По своему Понятия не имею А понят Понятия не имею По своему Понятное дело Как тебе твой Вольный дух Подсказывает А все россказни Философские И этические Не исключая И тех Что в этой книге Содержится Смело к байкам Причислить Понятия не имею Самогону желаете Все пошел за водкой А сейчас бы сыра Какого-то бахнуть Вкусного Прям Предлагаю Перекинуться В карты В гвинт Так Что мы тут Нового купили Ничего Как это А или оно Сюда добавилось Подожди Мгла Злотан Золтан Бьянка Да нет Ничего не поменялось Это для другой колоды Там значок Был другой Все Я понял Понял Так Мгла Ливень Да у нас тут Золтан Шпион Катапульты Не знаю У меня же катапульты Может ливень выкинуть Давайте Ой да я как чувствую Так У меня два чела С рукопожатиями Теперь А нет Один Я так им радуюсь Как ребенок Которому конфетку дали Так что Шпион Оставить Сразу Шпион Сразу Правда Баллиста Лучше конфетки Мне тоже Шпиона Поставили Жесть Вот это мы Обменялись Конечно Любезностями Я надеюсь У него не будет Снега А то Грустненько Получится Этот бой Александра Ваш экзамен Что Нет Вы чего Бросили меня В вольное плавание Да за шо Я думаю Вот этого чела Можно поставить Мне не с кем Его группировать Поэтому я его Выкину Наверное Да Меня смущает Что он начал Лучников Ставить Я боюсь Что он мне сейчас Снег кинет А у меня нет У меня как бы На лучников Его есть Карта лидера Но тем не менее Обидненько будет Моглу 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 конечно Моглу кинуть Даже на лучников Дальнобойные отряды Ай так и знала Что в обмен Пойдем Красивый Хорош Я как чувствовала Что у него снег Ну Давайте тогда Болисту поставлю Как ви Хорошо Чел не щадит Ни себя Ни меня Я бы вообще Наверное Спасовала Сейчас И на третий раунд Потом хилера Оставил Ну я не знаю Ладно Давайте я спасу Это же мой экзамен Теперь главное Тут то затащить А бой то действительно Экзаменационный Получился Прям лабораторные Условия Ой да хорош Такую ответственность На меня возложили Прям жуть Шпион О нет Я надеюсь Он там себе Холодно Не подкинул Еще шпион Да куда тебе Картами удавишься Чел У меня очень мало Карт Мне страшно Я боюсь Я точно проиграю Этот бой Я и Нет У него не получится Шпины Шпины решают Да И чучела У него Дело в том Что много карт Я думаю Мне придется Выставить хилера Потому что Я не могу Спасовать Если он сейчас Свои три карты Выкинет с атакой То я все потом Думаю Че бы ему Такого накинуть Вкусненького Мне то и нечего Че как выкинет Там десять шпионов У него будет Все вот это Давай Давай Уничтожь меня Полностью Ля Мы шо Победили В ничью Ну в ничью Еще ладно Или он сейчас Возьмет карту Какую-то Нет А шо произошло Ну А как это так А почему Что Как же тебе повезло Мне всегда везет Вы наверное смотрите Думаете Капец Шо происходит Как она выигрывает С такими этими Картами Распасовка Но на четыре Сдала Минус балл Не заметила Шпиона На четвертом Что Какого Подожди Какого Шпиона Я могла Своего шпиона Выставить Из отбоя Ты имеешь ввиду Да Или что Да Ну ой Будь здоров Смоляю Эти шпионы Кому они нужны Лекарем шпиона Надо было Достать А да И так Сойдет Так Нам надо Идти к барону Пойдемте Почему нельзя Сохранить Игру Сохраняем Шпионы И казнь Лучшие Карты Игры Так Ну все Все Хорошо Я буду Внимательней Я буду Тук-тук Здравствуйте Вот раньше Жили Некрасиво Барона Себя Смотря Кто Спрашивает Ведьмак Хочу С ним Поговорить А я Хочу Оттрахать Прекрасную Королевну Цару Я живу Знаю Ты Давича В Корчме На распутье Сидел Я то Думал Ты По-хорошему Поча Скажу некрасиво в том плане, что все какое-то вот деревянное такое кривое, я люблю деревянные дома, но когда они построены, знаете ну, красиво и люблю, когда внутри деревянная, ну, не обивка да, ну, вы поняли, как вот, как в банях когда строят, точно так же в домах, все из дерева внутри, вот этот чистокол стоит, разрушенные вот эти избы с соломой сверху какие-то замки из какого-то всратого кирпича, не знаю, мне больше нравится вот сейчас вот эти вот многоэтажки, высотки красивые разноцветные, все такие аккуратненькие когда много стекла мне просто для меня некрасиво, может кому-то это красиво, я же не говорю, что мое мнение объективно я в Астрахине был и насмотрелся на деревянные покосившиеся домах, ужаснулся вот и пришел сюда у меня дело к барону и что за дело? важно только для его ушей добро Лодрин пусти его а ежели он что учудит так нас все одно больше открыть ворота сержант ордаль ведьмак в барону только тихо понял ничего сегодня у видок жизнь не щадила по ходу чела настолько уставший не твое это дело дезертир? нет больше темерского войска так что ты тут делаешь? когда черные нас разбили у нас был выбор смириться и попробовать жить нормально или уйти в партизан ладно, давайте пройдемся я в любом случае успею потом эти квесты собрать он просто поговорить хочет мы выбрали первое и барон вами команду ну да а ты как тут оказался? ты же там стоял? или вы двое из ларца одинаковых с лица? и у меня сразу в голове вот эта музыка и когда один топором пытается замесить а нет, подождите ну да, они менялись типа замесить эти топором рубят тесто и замесить бревна у вас стример древний не все знают этот мультик далеко лишь не каждый и не только лишь все во всяком случае я имею ввиду с молодого поколения мало кто что знает отсылки не поймут песок не сыпется еще? нет? значит молодая мистер топчик это барон вот это, да? красно знаете что? мне опять пришло сообщение что в течение суток 31 мая и 1 июня ожидаются сильные дожди какого хрена спросить хочу я потому что я смотрела прогноз и у меня на завтра мойка окон назначена ну у меня типа окна балкон я сама не полезу мыть на 11 этаже я не совсем чтобы выпасть и в общем у меня на завтра мойка окон это был единственный день вот когда вот дожди прошли и вот все теперь он чистый а дальше вообще там непонятно будут дожди не будут вот так всегда либо когда помоешь машину обязательно дождь пойдет это тоже проверенный факт вот всегда так было и будет и то же самое с окнами вот мне помоют и дождь пойдет ну что это такое? мне надо было выговориться кому-то догадываюсь о том с чем пришел прошу ну хорошо хоть изнутри окна чистыми останутся но обидно располагайся где-то у меня была еще водка о нашел выпьешь почему бы нет а вот это я поймаю фольтест уже нет не знаю ой какой звук приятный этот чпунь хочу здоровье теперь пьет верный тимерец выпьем за встречу выпьем ну к делу я Филипп Стенгер мужичье меня зовет кровавым бароном Геральт из Ривии мужичье меня зовет мясником из Блавикина я уже сказал я знаю кто ты признаться мы только потому и разговариваем как тебе велен я бы сказала скверная конечно нет ну прекрасно прекрасное место повсюду топи трясины болотистые леса именно так если кто пропадет так тяжело потом искать к чему ты клонишь многие потеряли здесь близких кто жен кто дочерей зачем ты мне это говоришь это угроза все что не такой сметливый как я думаю нет это не угроза вижу придется говорить прямо я знаю кого ты ищешь она попала ко мне не так давно была без сил ранена осмердела как шелудивая псина позже мне сказали что она пришла со стороны болот ничего сикат сценочка будет сказали на нее напали чудища а мы за нее будем играть или просто кат-сцену нам показали почему загрузка прошла ага-ага за нее шесть этого еще не хватало надо уходить ах блин по привычке ведьмач чутье включаю она же не ведьмак пока она не хочет драться я ее заставлю я хочу посмотреть на муссет о боже какая она легкая по сравнению с геральдом она так быстро бьет о боже надо помочь ни хрена себе у меня телепорт я прикол а почему не отхил идет это нормально я то что хочу она еще и носится по всему поле боя шо капец и чел сейчас спрыгивает с дерева и просто разбивается нахрен по сюжету она умереть не может хотя на харде у меня получилось только совсем немножко значит ты знаешь куда идти еще нет но если мы пойдем вместе то обязательно что-нибудь придумаем что с тобой случилось ты про это пустяк блин а у нее же еще и наколка есть по-моему да по книге там если я правильно помню они же на парус подружайка своей пошли набивать татушки себе скажи лучше где ты живешь я что просто вспомнила неожидав что-то не так не так с ее внешностью мне бы хотелось что-то в ней поменять как-то вот знаете нижняя часть лица вот глаза нос нормально а вот подбородок и губы что-то ну это лично мне что-то там не то у волков нет королей у этих есть ты сама видела да то есть нет то есть из-за деревьев он был вот такой огроменный и глаза у него во и зубы большущие и весь он был ужасно ужасно страшенный видишь что у меня на спине этого и волки боятся и короли пойди-ка сюда я тебя подсажу вся в кровище стоит жесть а чё а лут собрать или в сюжете он не нужен да слушайте наверное же этот лут не нужен но я не могу там еще цветочек один остался у нее нет кстати менюшки с выбором чем хилиться значит наверное хилиться нам не придется лут не нужен лут нужен всегда я не знала что у нее такие почему я не могу драться она не хотела атаковать я не поняла в чем прикол надо авто выбор убрать можно выходить а мой мой умеет гораздо больше а я думал нам туда хорошо здоровых подрали наверно это твари здоровенные когти что там лежит он так весело это сказала я думала там лук какой-то интересный глинка что там лежит никаких но останься здесь я кое-что гляну всегда меня волновал вопрос как вот удобно им драться на каблуках во всех играх во всех мангах они вот где угодно я не могу понять как но это же неудобно только ни разу в жизни не носил каблуки у он ну как он не поймет наверно ну даже так травма опасно на камушек встал не так ножку подвернул конечно в ее случае она телепортируется и опять на ноги ровно станет но типа белки красные все еще влажные умер недавно рот раскрыт губы перекошены но язык покушал перед смертью ему наверное было очень больно я тут по пересеченки в кроссовках бегал чуть ноги не поломал так вот я о том же что на ровном месте можно в обычных кроссовках упасть и сломать себе что-то тут каблук это просто вот часть обуви где между каблуком и подошвой она пустая это вот вот столько опоры надежные теряется в никуда зачем раздавленная грудь ребра пробили легкая что-то его подбросила и ударила об дерево ты просто не умеешь на каблуках ходить нога оторвана или скорее а вы знаток профи каблуками убивать кстати да в этой в байонете же там вообще вкусный мозг высосан интересно посмотрим печени нет сожрали левую пояс модный какой посмотри лучше у тебя шнурки завязаны похоже малявка не выдумала этого волчьего края это волковак я просто раз видел случайно в жизни если он и на нас нападет хороший вопрос на самом деле жутко если бы ну если это правда и было бы но я борца собачьи петрушки и волчьи печени от него волчьему королю будет очень очень больно какая ты умная откуда ты знаешь такие штуки тебя тятенька научил нет не тятенька дяденька дядюшка висимир будем покушать сготовить из масла а у меня-то лут уже собран есть вот видите лут нужен эти места где можно развести огонь и спокойно приготовить масло лут всегда нужен нам масло для меча посмотрим как действуют рецепты дядюшки висимир идти за греткой ну пойдемте да сколько можно этих волков бить-то уже господи всю популяцию волков сейчас изведем они тоже хочет жить все можешь выходить ножом ну мечом родители детей на сладкую тропинку посылают брюхо все разодано когти очень мощные волки бы так не смогли ну да а там что ну подожди ну как так то они сделали за куток и и и ничего что это было обыскать что подобрала зачем непонятно я не люблю когда так делают зачем делать за куток в котором ничего не боишься мы ни разу кстати волкалаков еще не видели не убивали мы только читали про них волчий король теперь ты мне веришь ой да шо ж я в тайминге так не попадает крыса я к нему шла а у меня так умеешь от убьет берегись сейчас рванет ну все был и нет но ты даешь в жизни такого не видал малявка вылезай жалко вы не слышите как ричи храпит он так сладко спит тебе повезло вовремя мы подошли в лесу мы видели одного менее везучего это я мы возвращались из подлесья и это чудище на нас напала и от избег а я ранее и тише тут же малявка у тебя бинты дома есть и что-нибудь от заражения он меня поцарапал меня то нет а вот хозяин мой человек серьезный он то точно поможет может даже награду какую даст за убой волкалака то ну ладно виде к своему хозяину башку только возьми хотя я уже залутала не можете не беспокоиться меня добби храпит буду считать что они синхронизированы он нам так сладко спит сейчас бы кваса домашнего ой-ой-ой так захотелось вот когда сам настаиваешь вон такой прям домашненький такой ух эти магазины они все невкусные домашний самый прям топ и кого вы мне притащили а это не моя дочь а вторая это не другая . я узнаю так что постарше может и не ваша но ошибка похоже так как будет награда нормально воздух едят вкусно наверно вкусный гуляш очень спасибо большая и не ела уже я вижу рад что нравится как подкрепишься ванна для тебя у них ложек нет поспать недурно редко за печкой а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни спасибо я тихо тихо ты ешь спокойно еще поболтаем когда отдохнешь не просто знаю в некоторых культурах или там национальностях есть блюда их часто едят руками просто без ничего но гуляш там же вся соль в том чтобы мяско с подливкой это было позаботиться и оставил ее отдыхать а потом это уж совсем другая история леонид каневский здравствуйте а мне кажется что история все та же рассказывай и так быстро ведьмак мы же хотим сговориться что стало с той девочкой которая с ней пришла с греткой ничего она здесь помогает на кухне ван мне не хотелось ее домой отсылать после того что цири рассказала о ее родителях тут у нее и стол и дом не пропадет а что с цири я же тебе сказал это совсем другая история о плов так едят и без у нас некоторые казахи едят так хлебушек и похлебка скорее всего ну наверно я хочу ее найти ты понимаешь и мне надо знать все понимаю но видишь ли так получается что мои дочь и жена тоже пропали предлагаю уговор найди моих близких а я расскажу тебе все что знаю о девушке которую ты ищешь а какие гарантии что я могу тебе доверять никаких кроме моего слова я тебе помогу я найду твою семью но потом ты расскажешь мне все что знаешь вот тебе моё слово стража у этого человека здесь иммунитет то есть пускай его никто не трогает чё пялишься это в подтверждение моей доброй воли когда ты последний раз их видел они пропали в последние новолуни а сквозь землю провалились что значит пропали ну пропали я утром просыпался их нет ты пробовал их замки барона много мута у меня иммунитет они не будут меня бить да за то что я ворую вот они из-под земли достанут а человека в жизни не найдут а кроме того или не сплошные трясины заболоченные леса полно укромных мест если хочешь кого-то могут дать и крайне найти возможно их похитили у тебя есть враги какие там враги мужичьев всякой там недоёбки на мою семью ни один не осмелится руки поднять а те что могли бы осмелиться давно уже червей кормят перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного может они вели себя странно все было как обычно мужики раз пришли жалобы что чудище загрызла бабу у колодца раньше там еще какую девоньку но вели не это обычное дело а мои женщины она как всегда тихая как мышка тамара занята своими делами ничего необычного если спуститься в колодец там есть водная баба если повезет у танюши сенсу и кошку сделаешь но не нет дадут бери они не дадут бери что хочешь да вот у вас какие-то разные информации на потом проверю на себе хорош должно быть двум женщинам тяжело жилось в таком месте что это значит в таком у них тут было все что душа пожелает перепелки на обед пожалуйста голубые ленты из туссента сколько пожелаете я имею ввиду общество твоих людей они твоим женщинам не докучали они те еще разбойники но свое место то знают они понимаешь если хоть кто-нибудь глянет на ну или на доченьку мою я с него шкуру спущу и конечно проверить на этого все еще мало можно осмотреть их комнаты зачем может я найду там какие-то следы я чужим не позволю рыться в их вещах ты хочешь чтобы я их нашел или нет ну пойди с ним пусть он ищет так ну что а мы с вами на этом на сегодня заканчиваем я как раз три чурка сейчас пойду на улицу надеюсь там дождя нет всем спасибо за просмотр спасибо что сегодня пришли всем спокойных ночей приятных аппетитов хороших вечеров всего самого хорошего увидимся с вами завтра или в следующей серии всем пока пока и вам спасибо за стрим спасибо что приходите